Тарифы на проезд в общественном транспорте меняются на основании постановления администрации города Сочи. К слову, такое решение город впервые принял самостоятельно. Теперь полномочия по установлению тарифов переданы муниципалитетом. Так гласит федеральный закон. Решение, отмечают в мэрии, вынужденные. Цены на проезд в Олимпийской столице удерживались достаточно долго и не менялись с 2014 года. Затраты же на предприятиях, как коммерческих, так и в МУПе, только повышаются. Сказывается стоимость топлива и запчастей, а также повышение заработной платы сотрудникам. С точки зрения обывателя все просто. Вы, наверное, видите, что у коммерческих перевозчиков далеко не новый подвижной состав. Вот, собственно, весь смысл. Не хватает коммерческим перевозчикам провести какие-то накопления, чтобы обновить подвижной состав спустя 5-7 лет. Поэтому это уже вынужденная мера. Да тот же уровень инфляции в целом в 2015 году он был 12,9%, в 2016 – 5,4%. Вот, соответственно, и вся арифметика. Итак, на внутригородских общественных маршрутах, независимо от того, коммерческий он или муниципальный, стоимость проезда составит 22 рубля. Тариф на пригородных маршрутах также меняется, но с учетом зональности. Например, стоимость поездки из центра Сочи до Олимпийского парка с 1 октября составит 91 рубль вместо прежних 85. Ну, а в других крупных муниципалитетах Кубани, отмечают в департаменте транспорта, цены на проезд еще выше. В Геленджике и Краснодаре тариф по городу составляет 23 рубля.